В мире полно плохих профессий, например, уборщик общественных туалетов или посудомойщик в кафе. Но хотя они и правда неприятны, они и близко не стоят с ужасными и пугающими задачами, которые выполняли солдаты Второй мировой войны, будь то человеческие торпеды или обезвреживание мин с помощью собственных тел. Некоторые из этих работ были худшими в мире. Говорят, война – это ад. И сейчас вы в этом убедитесь, потому что сегодня мы изучим худшие профессии времен Второй мировой войны. Опасные турели В войну, когда самолеты сражались в небе по всему миру, одной из самых опасных работ была работа стрелка сферической турели. Эти храбрые солдаты вручную управляли пулеметами, прикрепленными к нижней части американских самолетов и должны были иметь молниеносную реакцию на врага. А еще им было очень тесно. В основном купола из оргстекла и металла были маленькими, порой меньше метров поперечники, чтобы уменьшить лобовое сопротивление. Поэтому стрелки горбились в позе эмбриона на протяжении нескольких часов, находясь в воздухе и с пулеметами 50-го калибра, из которых они стреляли по обе стороны. Места было так мало, что для этой задачи часто выбирали самого маленького члена экипажа и даже тогда обычно не хватало места для парашюта. Так что если самолет падал, стрелку приходилось забираться обратно в фюзеляж, чтобы взять парашют и лишь затем прыгать. Ходили слухи, что ради экономии места на потолке турели не было двери, поэтому стрелки выбирались снаружи и ползли по самолету до фюзеляжа. К счастью, это всего лишь миф. Но если стрелок не успевал выбраться вовремя, то турель превращалась в воздушный гроб. Находясь снаружи, они также часто сталкивались с невероятно низкой температурой, настолько низкой, что кислородные баллоны замерзали. Если люди не задыхались, на бровях появлялись сосульки, а вокруг рта у них нередко было обморожение. И что самое ужасное во всем этом? Сферические турели были любимой целью вражеских истребителей. Ведь истребитель без оружия – это просто движущаяся мишень. Оценки того, как долго выживал средний стрелок, разнятся. И есть версия, что многие продерживались всего две недели. Или где-то пять операций. Впрочем, один бывший стрелок утверждал, что продолжительность жизни во время атаки противника составляла 37 секунд. Я больше никогда не буду жаловаться на свою работу. Я считаю, что люди, которые отправлялись на войну, были храбрее и бесстрашнее, чем большинство из нас. И если вы хотите узнать больше про таких удивительных людей, нажмите на кнопки «Нравиться» и подписаться. Все готово? Отлично! Какая адская работа ждет нас дальше? Смертоносные подлодки Немецкие U-Boat были самыми опасными подводными лодками времен Второй мировой. Название U-Boat – это сокращенная версия немецкого слова «Untersea-Boat», которое означает «подводная лодка». Их сильно боялись в войсках союзников. А их флот численностью более 1100 подлодок потопил почти 3000 кораблей противника к концу войны. Но служить на подлодках было еще страшнее. В длину они были чуть больше 60 метров, а в ширину 4,5. Из-за оборудования и торпед места для экипажа было мало. При этом 40-50 человек могло жить внутри до 6 месяцев. Там царила такая теснота, что членам экипажа было даже негде помыться, побриться и переодеться. Смены были 8-часовые, 8 часов на сон, 8 часов на дежурство и 8 часов на другие задания. Таким образом, солдаты были готовы к бою 24 часа в сутки, с минимумом личного пространства. И не только на посту или во сне. Они не могли уединиться даже в туалете. Одна кабинка была для хранения отходов и был доступен лишь один унитаз. Для 50 человек. Можете представить, каково там было через пару недель. Что еще хуже, для смыва надо было вручную перекачивать отходы прямо в воду. Солдаты не видели сушу и близких много месяцев. Просто постоянная встреча с грязным туалетом в 6 километрах под водой изо дня в день. Пилоты камикадзе Нет ничего страшнее, чем сражаться на войне, потому что не знаешь, выживешь ты или нет. Но представьте, что вам и вовсе приказали умереть. Именно так все было для пилотов камикадзе из Японии. Во Вторую мировую камикадзе называли японских пилотов, которые нагружали самолеты взрывчаткой, а затем намеренно влетали в свои цели. А чтобы точно поразить цель, камикадзе были обязаны оставаться в самолете, то есть взорваться с ним. При этом, чтобы пилоты не могли развернуться, если они струсят, один самолет камикадзе Ки-115 был спроектирован так, что сбрасывал шасси при взлете. То есть безопасно было невозможно. И даже если пилот боялся, ему приходилось выполнять свое последнее задание. Некоторые самолеты, как MXY-7 «Ока», вообще не имели шасси. Их запускали другие суда, а затем пилоты самоотверженно направляли их прямо в цель. Это были пилотируемые бомбы. Но это не всегда была великая жертва. Несмотря на управление пилота, менее 20% атак камикадзе увенчались успехом. Дело в том, что союзники быстро адаптировались к тактике японцев и освещали небо прожекторами, чтобы вовремя заметить камикадзе. Думаю, все согласятся, что из-за низкого процента успеха и почти неминуемой гибели пилотов, работа камикадзе была одной из худших во время войны. Но хотя бы это был краткосрочный контракт. Человеческие торпеды Должность человеческой торпеды наводит на мысль о солдатах, которых запихивали в торпеду и выстреливали ими в воду, чтобы уничтожать противников. Или что они садились на бомбы, как подводные ковбои. Но, как это ни странно или безумно, обе версии не так уж далеки от правды. Солдаты не были торпедами, но они садились на них или в некоторых случаях, если позволял дизайн, в них. Но зачем? Современные торпеды могут передвигаться самостоятельно. Однако во времена граммофонов и телеграм им требовалось руководство людей. Итальянские подлодки SLC, например, были переделанными торпедами времен Первой мировой, и на них помещались по два оператора, а на носу были две боеголовки под 130 килограммов. Капитан такого судна сидел спереди и направлял его к месту назначения. Доплыв до вражеского корабля, они опускались и отсоединяли боеголовки, а потом помощник проплывал под кораблем и устанавливал вторую боеголовку на другой стороне. После того, как заряды с таймерами были готовы, люди отплывали в безопасное место и ждали подводный фейерверк. Во Вторую мировую Германия создала подлодки Неггер, которые были оснащены полым носом торпеды и системой управления. Так как для размещения оператора пришлось освободить место, вторую торпеду прикрепляли к нижней части подлодки. Оператор направлял её к намеченной цели, а потом откреплял перед самым столкновением. Какой безопасный и совершенно небезумный способ! Я шучу, конечно. Это была очень опасная операция. Более 80% немецких человеческих торпед взорвались случайно даже не приблизившись к целям. Однако самые жуткие человеческие торпеды были у японцев. Они назывались Кайтен. И, как и в случае с немцами, солдаты садились в торпеды, а не на них. При этом из 300 подлодок, построенных в первый этап, 100 Кайтенов получили приказ пожертвовать собой вместе с торпедой, как камикадзе. Господи, кажется, это всё-таки были буквально человеческие торпеды. Тяжкий гроз Хотя война в воздухе была ужасна, моряки того времени поспорили бы, что в море было ещё хуже. Например, американский торговый флот должен был совершать опасные путешествия из Соединённых Штатов по Атлантическому океану в Европу, Россию или Великобританию, чтобы снабжать войска союзников всем необходимым. Без усилия этого флота война могла длиться ещё много месяцев, если не лет. Но из-за долгого пути и важности каждой миссии торговые суда стали одной из самых излюбленных целей немецких подлодок. Примерно 8300 моряков погибли в море, 12000 были ранены и чуть более 600 попали в плен. И это ещё не всё. 31 корабль и их экипаж просто исчез без следа. Во время войны американские газеты подсчитали, что торговый флот терял примерно по 2 корабля в неделю. Но теперь считается, что цифра ближе к 33. Каждый 26-й корабль торгового флота США затонул в войну. Это 3,85% потерь, самый высокий показатель в США, не считая ВВС. Но о них чуть позже. Вы когда-нибудь путали Арктику и Антарктику? Лично я постоянно. Арктика – это самая северная часть планеты, и Канада, Россия, Гренландия и северные районы Скандинавии входят в её границы. Не знаю, были ли вы там, но в этих регионах очень холодно. В Мурманске, например, температура опускается до минус 30 градусов Цельсия. И во Вторую мировую Мурманск был одним из двух советских портов для арктических конвоев. Военные моряки отправлялись в лютый мороз по маршруту вокруг Норвегии, чтобы доставить припасы в СССР. По мере продвижения на юг путь становился опаснее, и это была одна из труднейших задач среди всех войск союзников. Невероятный холод, густой туман, сильное течение и постоянная темнота с наступлением зимних месяцев. Экипажи боролись с погодой, замедляя вентиляторы и блокируя вентиляционные отверстия, чем попало. Хотя эта тактика немного нагревала палубу, она также снижала вентиляцию, и заболевания, такие как туберкулёз, бушевали на многих судах. Но это была лишь верхушка айсберга, или точнее куча льда. Палубы быстро покрывались толстым слоем льда, который опасно увеличивал вес корабля. Если его накапливалось слишком много, то судно могло перевернуться. Поэтому солдаты часы напролёт откалывали лёд, чтобы не оказаться в чрезвычайно холодной и тёмной воде. Мне становится холодно от одной мысли об этом. Смертельные штрафные Не знаю насчёт вас, но я бы на поле боя, наверное, побежал, чтобы спастись. За такую трусость меня бы наказали в большинстве армий. Впрочем, будь я в советской или немецкой армии, всё было бы намного хуже. В 42-м году Иосиф Сталин, руководивший СССР в войну, выпустил приказ номер 227. Согласно ему, ни один советский солдат не имел права отступить во время боя. Как гласил девиз «Ни шагу назад». Конечно, некоторые солдаты были так же трусливы, как и я, и они всё же делали шаг назад. В наказание этих военных отправляли в штрафбаты, аналогичные немецким «стравбатальонс», то есть штрафные батальоны. Впервые использованные немецкими нацистами, такие батальоны состояли из преступников, которых специально отправляли на самое ужасное и опасное задание за всю войну. Основным из них было разминирование, обезвреживание наземных мин. Штрафные батальоны не только выкапывали их, но и бежали впереди атакующих солдат, чтобы подорвать мины. Боже ж ты мой! Первый немецкий штрафбат был создан в 40-м году и состоял из более чем 27 тысяч преступников, которым дали такой выбор – либо служить, либо остаться в тюрьме. Советские штрафные батальоны впервые применили в войне во время битвы за Сталинград в 42-м году, и из 929 солдат-штрафников выжили лишь 300. Не самые хорошие шансы. Оказаться в штрафном батальоне было не так уж и трудно – во время войны в нем служило более 50 тысяч преступников. При этом в него попали 400 тысяч советских солдат, осужденных за преступления на фронте. Говорят, безопасность в количестве, но вряд ли в штрафбате это было так. Проблемы обучения. Когда вы летите в самолете, то задумывайтесь, что происходит. Вас несет металлическая трубка со скоростью 800 км в час. Это же ужасно, правда? И когда Вторая мировая началась в 39-м году, мало кто в Америке вообще летал на самолете, а власти создали централизованное подразделение ВВС США только в 41-м году. К сожалению, неопытность оказалась фатальной. Попытка США начать операции ВВС привела к смерти как минимум 15 тысяч солдат во время обучения. Да, 15 тысяч американцев вступили в ВВС и погибли еще до того, как они начали воевать. Но это не единственная статистика, которая вселит страх перед полетами. США потеряли более 65 тысяч самолетов за войну, однако лишь 23 тысячи были потеряны в боях. То есть, получается, 42 тысячи из них уничтожили случайно? Ага. 65% самолетов ВВС США потеряли в инцидентах, не связанных со сражениями. Это ужасная статистика. Но что привело к таким фатальным случаям? Дело в том, что из-за давления в войну многие самолеты как следует не испытывали. Отказ и возгорание двигателей были обычным делом. Во многих случаях, даже когда были известны недостатки, времени на исправление ошибок не было. Самолеты ВВС, такие как Б-26 «Мародер», отличались неполадками двигателя и пропеллеров. Инцидентов с ними было так много, что они даже получили прозвище «фабрика вдов». Учитывая поспешное проектирование и частую гибель во время тренировок, остается только восхититься храбростью людей, которые решились служить ВВС США во время войны. Ужасные подлодки Подводные лодки появились в Первую мировую войну, но даже ко Второй мировой они были в относительно зачаточном состоянии. Экипажи подстерегало множество опасностей, и их суда могли стать подводными гробницами. Например, торпеды подлодок были часто известны круговыми ходами, то есть они поворачивались обратно и поражали судно, которое их же и выпустило. Это происходило, когда система, которая должна была выравнивать торпеду после запуска, не работала должным образом. Она не останавливалась под заданным углом и продолжала вращаться, пока не направлялась обратно. Помимо вероятности кругового хода, экипаж не мог спокойно заснуть из-за других ужасов на подводной лодке. Пары дизельного топлива могли выйти наружу из-за неисправности и задушить команду, или аккумулятор взрывался, убивая весь экипаж внутри. А еще была подводная лодка USS Squalus, которая должна была стать передовым достижением подводной технологии, когда ее представили в 1939 году. Однако во время испытательного запуска подлодка внезапно затонула и погрузилась на дно океана. В то время людей не могли спасти из-под лодок, которые затонули глубже 6 метров, а Squalus оказался на глубине 73 метров. К счастью, все 33 члена экипажа на борту выжили. Но эта кошмарная ситуация показывает, насколько опасными были ранние подводные лодки. Лучше держать голову над водой. Медицинское безумие Хотя на передовой сражаются солдаты, армия не продвинется далеко без хороших медиков. Во Второй мировой в боях погибло более 400 тысяч солдат, и при этом еще больше, 671 тысяча, была ранена. Для сравнения, примерно столько же людей живет в целом городе Нэшвилл в штате Теннесси. Это огромное число, и оно кажется еще больше, когда узнаешь, что было завербовано лишь 50 тысяч врачей. Им приходилось работать с невообразимо страшными ранами, но также они сражались с болезнями, нехваткой медикаментов и обстрелами. Впрочем, по сравнению с полевыми медиками, врачи жили просто роскошно. На передовой работали полевые медики. Гражданские волонтеры, которые, невзирая на опасности, заботились о раненых. В батальоне США на 500 человек лишь 30 были медиками, а значит, каждый из них отвечал за более чем 16 жизней. Но из-за нехватки времени некоторые медики, у которых не было опыта, впервые обучались спасению людей прямо во время боев. Вот это крещение огнем. Вообще, медики защищены от вражеского огня по правилам, изложенным в Женевской конвенции. Но несмотря на это, в армии США, например, 13 174 медика погибли на войне. Кроме того, они работали на передовой, приближались к линии наступления и даже пересекали линию фронта, чтобы помочь людям. Это было очень опасно. И нередко случалось, что медики помогали раненым и при этом сами получали ранения. Скорее врача! Горячая работа С каким оружием вы обычно представляете себе типичного солдата? Винтовка? Граната? А может быть нож, когда идёт ближний бой? А как насчёт огнемётов? Кажется, что это оружие скорее увидишь в компьютерных играх. Но, как ни странно, огнемёты активно использовали во Вторую мировую, особенно немцы. Переносные орудия широко применялись во время немецкого наступления в 1939 году и были очень эффективны против различных укреплений. Сами огнемёты состояли из большого топливного бака, наполненного маслом или бензином, а бак для повышения давления с азотом крепился сзади. Они превращали солдат в огненных войнов. Но хотя они были эффективны на короткой дистанции, у них были недостатки для солдат, переносивших их. Фламен Верфер 35, например, весил 36 килограммов, и с ними было тяжело ходить и почти невозможно бегать. Не идеально, когда убегаешь от вражеского огня. Кроме того, огромные баки с азотом, полные горючей жидкости, превращали их в лёгкую и желанную мишень. Одна пуля, и человек с огнемётом и любой, кто оказался рядом, превращался в кричащий огненный шар. И что ещё хуже, нередко баки огнемётов просто взрывались внезапно, по чистой случайности. Вряд ли кто-то хочет умереть такой смертью? Полёт над горбом. Погодите, когда началась Вторая мировая война? В 1939 году, правильно? С 1939 по 1945, да, именно такие даты называл мой учитель истории. Но кажется, он немного ошибся, как и многие другие. В 1939 году началась война в Европе, но Япония вторглась в Китай до этого, ещё в 1937 году, ознаменовав начало Второй мировой в Азии. Так как Китай воевал на два года дольше, чем другие страны, к 1942 году он нуждался в помощи. Припасов не хватало, но Китаю было необходимо удержать миллион японских солдат, в то время как союзники воевали с японцами в Тихом океане. И так появился горб. Это не только первая стратегическая воздушная перевозка, но и одна из самых опасных логистических операций войны. Припасы собирались везти в Китай из Индии, пересекая хребты Гималаев. Но задействованные самолёты Дуглас-ДС-3 не могли летать достаточно высоко над горами. Полёт над горбом заключался в передвижении через горные вершины, где пилоты могли запросто разбиться или наткнуться на японцев. В результате не менее 700 самолётов были сбиты над горбом, и 1200 лётчиков погибли. Другими словами, каждые 340 тонн перевезённых грузов стоили жизни одному пилоту, и один из трёх не переживал полёт. В общем, перелёт через горб мог быть одной из худших миссий для бедных солдат. Трудный день Д. 6 июня 1944 года. День Д, изменивший ход истории. В этот день союзники вторглись в Нормандию на севере Франции и начали наступление, приблизившее конец войны в Европе. Ура! Но не спешите радоваться, потому что бои на передовой Дня Д были одним из самых опасных событий, в которых могли принять участие солдаты армии союзников. Они могли быть следопытами, например. Эти военные должны были спрыгнуть на парашютах на пляже Нормандии в полной темноте и обезопасить зоны высадки и осветить путь остальным. Следопыты готовились много месяцев, но всё это было зря. Из-за облачности и сильного наземного огня все взводы следопытов кроме одного промахнулись. Один приземлился у немцев, а другой оказался в Ла-Манше. Если они избежали этой судьбы, то могли быть частью штурмовой группы рейнджеров. Для защиты от союзников немцы установили артиллерийские орудия на 155 мм в Пуэн-Дюок на вершине скал. Рейнджеры должны были взобраться по 30-ти метровым скалам с помощью веревок и лестниц и убрать орудия. От этого зависел успех Дня Д и начался жестокий бой. Под конец сражения рейнджеры потеряли 70% своего численного состава. Штурмовая группа выполнила задание, но это далось ей очень дорогой ценой. Если военные не сражались в Пуэн-Дюок, они могли служить в 320-м батальоне с заградительных аэростатов, который состоял из 621-го храброго афроамериканца. Они запускали дирижабли по 56 килограммов, наполненные водородом и защищавшие берег. Дирижабли соединялись с бомбами, которые взрывались, если вражеский самолет касался их тросов. Но это было крайне опасно. Под вражеским огнем дирижабли взорваться в любой момент. К счастью, этого не случилось, но все равно было ужасно находиться рядом с ними во время одной из самых жестоких битв. Наконец, эти солдаты могли быть среди американских, британских и канадских пехотных и воздушно-десантных дивизий, которые первыми высадились в Нормандии. День Д должен был начаться с воздушной бомбардировки, но она мало подействовала, и пехоте пришлось исправлять ситуацию. Под натиском артиллерийского огня солдаты перешли вброд побережья и атаковали пляж. За 24 часа Германия потеряла где-то 9 тысяч человек. Потери союзников составили на тысячу больше. Это больше одного солдата каждую минуту. Это была важная победа, конечно, но оказаться там было бы ужасно, мягко говоря. После всего этого я точно не буду жаловаться на свою работу. Какие из этих заданий вы бы не хотели выполнять ни за что в жизни? Может быть вы знаете того, кто этим когда-то занимался? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр!